Школьники в Искитимском районе получили подарки под новогоднюю елку от крупнейшего производителя Новосибирской области, акционерного общества «Сибирский антрацит». Предприятие входит в крупную угледобывающую группу компаний «Сибантрацит». Где найти невесту, я тебе подскажу, Иванушка. Здесь неподалеку живет старик со старухой. За неделю до Нового года в Дорогинском центре семейного устройства идет репетиция праздника. Не хватало лишь подарков под елку. Помогли спонсоры. Всем 50-ти воспитанникам «Сибантрацит» приготовил сладкие сюрпризы. Каждый год у нас добрая традиция установилась. Приезжают и дарят детям подарки, которых с нетерпением ждут наши дети. Шефство над детдомом угледобывающая компания взяла уже много лет назад. На протяжении последних лет при помощи «Сибирского антрацита» в учреждении был отремонтирован и оснащен медицинский кабинет. В этом году с их помощью мы поставили пластиковые окна и сделали специальное покрытие в тренажерный зал. Пол старенький был, линолеум просто был настелен. На плиты просто линолеум настелен. Окна деревянные были. Еще, наверное, построилось здание, ни разу не менялось. Теперь здесь прорезинены полы, новые окна. Заниматься стало значительно теплее. А это следующий пункт благотворительного маршрута «Сибантрацита» – храм Вленева. Там сладкие наборы вручат детям в Рождество. Подарки эти будут вручаться детям на концерт, который у нас будет посвящен Рождеству, в клубе «Навыза» в нашем Доме культуры, всем участникам, кто будет у нас принимать дети, и детям нашей воскресной школы. Дети маленькие, все до 14 лет, поэтому, конечно, для них это очень большой праздник и очень большая радость. И это не единичная акция для «Сибантрацита» – благотворительность, хорошая и добрая традиция. Благотворительность – это всегда благоугодное дело. И в преддверии праздников каждый ребенок хочет исполнения хотя бы небольшого, но для него чуда. Александр Попов, Евгений Агейев, Новости ОТС.